Здравствуйте дорогие друзья, мастера и мастерицы, с вами фирма Петерсон и я Эдуард Петер. И сегодня пришла пора от эскизов переходить к делу. Я планирую сегодня изготовить вот эту часть дирижабли, пусть она не совсем похожа на стандартный дирижабль, то есть он должен быть вот такой формы, мне сказали. Ну я согласен, но я делаю симбиоз дирижабля с паровозом, потому что это все паровое. И вообще стимпанк тем хорош, что то, что в голову взбредет, то и сделал. Главное назвать это стимпанком, правильно? Итак, эту часть мне надо будет изготовить каким-то образом полой, потому что я хочу там провести свет, чтобы из иллюминаторов что-то лилось, какое-то голубоватое свечение может быть. Потом оформить красиво, с шпангоутами, с этими полосками различными. Что еще у меня? Вот самое главное, это закрепить вот эти фонарики. Тут придется повозиться. Так что переходим к делу. Корпус у моего дирижабля должен быть полый, потому как есть такая задумка светить его изнутри. Поэтому мне потребуется какая-то форма. В этот раз алюминиевый заполнитель не пойдет. Поэтому я вот нашел такую бутылочку из-под какого-то американского чили соуса. И у меня в руках стеклорез обычный. Что я предполагаю сделать? Я хочу нанести сейчас вот здесь риску. И затем с помощью горячей и холодной воды попытаться сделать здесь срез. Ни разу не пробовал, честно говоря. Но теоретически должно работать. Сейчас вскипятим воду, охладим в холодильнике другую и попробуем. Ну что ж, минута прошла. Как немцы говорят, бингишпант. То есть весь в напряжении. Не слышу ничего. Не похоже, чтобы подействовало. Так, вот так на практике проявляется то, что у людей получается запросто. Ну, попробуем тогда более жесткий метод. И нагрею вот здесь уже очень и очень и очень и очень сильно. Вот теперь оно получилось, но не совсем ровно. И вот здесь идет трещина. То есть не совсем то, что я хотел, но для наших целей вполне подойдет. Теперь раскатаем лист нашего софт-полимерной глины. Вот это. И возьмем бутылочку. Но единственное, что я вам советую, ее смазать все-таки, чтобы она потом полимерная глина хорошо сходила. Лучше ее все-таки смазать вазелинчиком. Или еще чем-нибудь жилиненьким. Так, ну и начнем обматывать. Выровняем один кран. И обмотаем сейчас. Ну, а здесь мы просто-напросто возьмем сейчас лезвие. Прокатим его. И снимем лишнее. Вот таким макаром. Так. Здесь я хотел бы сделать такую нашлепочку для винта. Сразу же. Сейчас мы их посмотрим. Вот пришла посылочка опять. Что нам за винты прислали. Так. Смотрим. Да. Вот наши винтики. Как раз то, что нужно. Вот диаметр. Прекрасно. Это от плеймобиля. Наделаем себе заклепочек при помощи трубочки заточенной. Сделаем их больше, чем нужно. Потому что всегда что-то остается, что-то нет. Вот. Хорошо все получилось. И теперь мы вот здесь расположим заклепки. я делаю я делаю это так. Сначала располагаю друг напротив друга. Потом крест накрест. И вот эти уже заполняю посередке. И все это получается без всякой разметки очень даже неплохо. вот так. А теперь возьмем инструментик какой-либо подходящий для этих целей. Вот этот. И сделаем здесь небольшие отверстия. все. И заготовка для дирижабля вот эта отправляется в печь. Вот наша заготовочка. Давайте попробуем ее снять. Ну если мы смазали вазелинчиком то должно пойти хорошо. Вот и все. То есть вот такую заготовку мы получили. Ну в принципе я думаю что это с обрезанием были лишние телодвижения. Только потом до меня дошло что можно было просто обернуть раз я все равно здесь планировал такую заклепку бабышку то и можно было стянуть через горлышко. То есть тем кто не хочет этим заниматься то я думаю так и не надо. Ну а теперь давайте вот из куска я такого глины леплю каркас нашей гондола лодочки. В принципе сейчас не важно будет она ровной неровной главное сейчас сделать устойчивый каркас запечь его и потом уже можно будет обрабатывать накладывать какие-то декоративные элементы и так далее. Если что-то сейчас выглядит немного корявым то потом это все прекрасно уже на затвердевшей глине можем подделать по своему вкусу. Ну вот что мы вытащили из печки то что я говорил корявенько но такая плоскодоночка как раз нам по размеру и подходит вы видите тем временем я сделал еще два отверстия это для элиминаторов будут вставляться здесь элиминаторы вот так второй то есть уже какие-то декоративные элементы есть кстати вы заметили как чисто стало на столе а все потому что я купил себе кафельную плитку и тут очень хорошо стирать и для воркшопов или мастер-классов очень хорошо итак детальки у нас некоторые уже есть лодочка есть это есть и вот тут я хотел сделать такую загибулинг как бы декоративный такой элемент где крепились бы фонари и здесь возможно нужно соединить лодку с самим дирижаблем то есть что-то такое декоративное и вообще мне хотелось усилить вот это место потому что слабенько она пластмасса есть пластмасса и я сделал вот такое кольцо запек которое я хочу ставить вот сюда ну и я хочу еще сделать такую декоративную насадочку на самый конец нашей трубы для этого я сделал такое колечко а теперь сделаю вырезы здесь такая получилась вычурная штучка и если мы теперь займемся сборкой то есть поставим сюда наше кольцо защитное потом здесь сделаем вот такое что-то я планирую еще вот здесь колечко сделать сейчас сделаем имея экструдер сделать то или иное колечко не представляет никакого труда раньше я думал я буду так вручную все разминать зачем мне эти 30 евро лишних тратить но когда я купил экструдер я понял что я совсем не прогадал итак давайте займемся сборкой нашего баллона ну так в принципе все получилось как я задумывал осталось сделать из нее запеканку в печку теперь когда наш баллон почти в сборе давайте его сделаем украшение вот здесь то есть соединим такими полосками для этого я предлагаю использовать ребристые полоски вот я сейчас возьму пройдусь колесиком от детских часов будильников вырежу такую полосочку так как у нас теперь все тут уже полимерное то естественно приходится каждую деталь проклеивать без этого уже не обойдемся так положим первую полосу можно было конечно пройти сразу по кругу но дело в том что шпангоуты они в этом плане нам помешают и тогда наши полоски будут выглядеть как-то квадратно чего бы не хотелось ну тут в общем-то выбирать надо было или шпангоуты потом делать или же вот эти полоски возиться пришлось бы и с тем и с другим так готово теперь установим пропеллер просверлим дырочку нужного диаметра теперь установим пропеллер мне бы хотелось чтобы он крутился крутится вот так я пока его не хочу крепить потому как я думаю что еще придется здесь повозиться и пропеллер может мешать после того как мы установили пропеллер теперь будем устанавливать фонарь а для этого нам сначала нужно в проделанных отверстиях вот я здесь сделал отверстие надо поставить вот эти заклепочки в общем я придумал следующее я пропустил сюда медный провод отрезал маленькие латунные трубочки посажу сюда а в них уже прикреплю это надо заточить немножко и в них закреплю уже фонари и все это приклею должно держаться и здесь нам нужны пару кронштейнов на что в общем-то подвешивать нашу цепочку ну вот я один сделал сейчас сделаю второй так кронштейны я поставил фонари будут выглядеть вот так сейчас я их пока не буду крепить потому что при сборке будут мешать ну во всяком случае уже видно как это все будет выглядеть итак дорогие друзья то что я себе планировал сегодня то я и выполнил и в общем-то результатом я доволен вы знаете что пока она в черном она конечно не смотрится не видно всех тех наших деталей которые должны быть ну это все придет со временем главное что все работает и как я хотел осуществилось в дальнейшем мы с вами сделаем еще лодку найдем способы крепления и заставим наш дирижабль летать единственное что у меня пока проблемка я не знаю из чего сделать этот плавник буду думать утро вечера как говорится мудренее но честно пока не знаю с лодкой уже в принципе все определилось мне надо тут сделать отверстие для якоря там допустим скамеечку еще борта оформить хорошо и это я планирую сделать завтра а пока фирма Петерсон и я Эдуард Петер прощаемся с вами желаем вам всего самого доброго до следующих встреч это типа заставки до следующих